друзья всем привет доброго вечера вот так интересно получается когда хочешь казаться умным красивым и честным оказываешься по уши в дерьме вот это произошло с директором государственного бюро расследований которая часто упоминается прессе как дбр сухачева сегодня подчиненные сухачева разослали по всем номерам украинских абонентов смс-ку о том что дбр это главный оплот борьбы с коррупцией в украине вот и только там могут навести порядок с и чиновниками судьями прокурорами депутатами военкомами взятошниками и вот только разослал сухачев эту смс-ку как тут же в сети появились прекрасные фотографии иллюстрирующие его выходного дня досуг вместе с супругой и другими сотрудниками дбр кстати если вы узнаете кого-то на фотографиях обязательно пишите мне в комментариях я одного человека уже идентифицировал но хотелось бы разобраться с остальными на фотографиях сухачев изображен со своей супругой которая выглядит как женщина на миллион вернее на примерно 1 и 6 миллиона гривен потому что если разбирать то во что позволяет себе в разгар войны дефицита бюджет истории в сказочных истории про борьбу с коррупцией жена директора государственного бюро расследования сухачева но я думаю что наших иностранных партнеров бы волосы встали дыбу женщина красивая безусловно статная без сомнений но в время абсолютно не понимающий где она находится и с кем рядом она стоит потому что представить себе чтобы условный чиновник какого-нибудь фбр лиц и выперся на люди со своей супругой одеты в 40 тысяч на евро в лук вот так 40 тысяч евро это примерно то что я вижу только на жене директора гбр сухачева наверное его сразу бы отправили в отставку но даже без разобора даже никто бы не разбирался но в этом случае это еще и попахивает особым цинизмом да то есть мы прекрасно понимаем что в последнее время сухачев присел на самые сладкие самые коррупционогенные самые кышовые темы которые существуют в правоохранительном мире не в последнюю очередь благодаря своему куратору заместителю главы офиса президента олегу татарову который и сделал прокурора недоучку сухачева директором госбюро расследования не оговорился сухачев работал в органах прокуратуры государственной прокуратуры украины и собственно вылетел оттуда при проведении периодистации за тупость на экзамене которое должен был оценить уровень профессиональных знаний прокуроров сухачеву набрал 61 балл из необходимых 70 ну то есть не прошел даже на троечку вот не удовлетворить не удовлетворившего знанием прокурора его дружочек олег татаров подобрал и отправил служить в дбр туда же кстати по номера и остальных прокуроров не прошедших аттестации ну то есть людей которые всю жизнь занимались не юстицией а взятками собрали в один орган и поручили ему расследование самых кышовых преступлений в частности я думаю что вот этот вот лук супруги сухачева они последнюю очередь связан с рейдами у военкомов которые полтора года сначала им дали полтора года насосаться крови призывников надо собирать ловешечку их никто не трогал зеленский делал вид как обычно окуняш у нас никто не берет бабки никто никого не списывает никто никому не присваивают инвалидности либо белые билеты за деньги потом когда уже эти военкомы под накопили капусты спустили сухачева спустили вполне удачно так что вот в общем то уже без стеснения вот так вот просто выпить шампанского на бочке господин сухачев выводит свою жену в луке за 40 тысяч евро я специально цифру повторяю чтобы все просто зафиксировали один лук просто выходного дня сорокушка то есть это причем мышь только поверхностно рассматриваем супругу сухачева мы не разбираемся в нательном белье мы не видим ее часов мы не видим там деталей украшений до браслетов а я думаю что там принципе еще на такую же сумму легко насобираться то есть степень воровства в дбр не просто зашкаливает она перевернула все разумные пределы когда человека сносит крышу что он вот так вот позволяет своей супруге выходить на люди просто потому что вы же понимаете что эти люди ни дня не работали в бизнесе сухачев кадровый вот этот мусорок прокурорский дбрский а он никогда не был бизнесе он не может заработать такие деньги даже при всех зарплатах прокуроров там 50 60 тысяч это невозможно супруга его точно также работала в дбр возглавляла была со руководителем отдела процессом эти же подурацкие названия вот эти у них отдел департамента судебного расследования чего-то там того то там а потом кстати перешла в государственный энергоатом главу юридического отдела да она там работает тогда же когда в энергоатом назначили людей деркача госизменника деркача взамен на услугу оказанную офису президента по публикации компрометирующих байдена пленок прослушки байдена порошенко тогда всех людей деркача я записывал об этом отдельное видео если хотите посмотрите его обязательно сделали руководством энергоатома и туда же сразу перевели жену сухачева главой юридического департамента ну не знаю может быть это за счет денег в юрдепартаменте вот так вот просто да саркушечку на прикид можно выбросить но я все равно не уверен я думаю что полагаю конечно это мое оценочное осуждение что это все бабки полученные в виде взяток за продажу уголовных дел которая процветает сейчас в государственном бюро расследований продажи дел и выполнения политических заказов вот на чем живет сухачев и вот откуда соболинные шубы сумки шанель и лоферы лора пьян просто вот такой вот один из луков выходного дня я вот к чему рассказываю потому что весь этот вот трендеж который нам рассказывает зеленский о том что он предпринял решительные шаги по борьбе с коррупцией разбивается вот таких вот персонажах как сухачев который выходит в свет но абсолютно наплевав на нормы морали то есть когда люди стараются какие-то заработки которые у них появляются направить на зсу купить пикап что-то передать купить дрон сделать донат он сделал донат на соболинную шубу да и поэтому когда вот этот вот ролик посмотрят наши иностранные партнеры рассмотрят эти фотографии и следующий раз когда вот зеленский о том что мы боремся с коррупцией и мы ее значит искореняем том числе с помощью сухачева то можно добавлять о том что искореняем коррупцию с помощью сухачева так чтобы деньги коррупционные перетекались от карманов одних коррупционеров в карманы других прямо подчиненных офису президента и щедро с ними делящимися подписывайтесь на канал дубинский про ютубе дубинский про в телеграме инстаграме фейсбуке твиттере везде где вам удобно получить правду про украину в комментариях напишите мне кого вы видите еще на этой фотографии если вы видите еще какие-нибудь ценные элементы одежды вещей аксессуаров на этих фотографиях также прошу о них написать мы завтра же обратимся в национальное антикоррупционное агентство в НАЗК и будем требовать проведения полной проверки декларации сухачева его жены а также мониторинга способы его жизни ну пора уже хватит воровать а нужно уже и начать отвечать будьте здоровы хорошего вечера всем пока и сухачева доброй ночи